В КФУ обсудили изменения, вносимые в Конститут В КФУ обновила оборудование. В КФУ обсудили ректор КФУ Ильшат Гафуров, председатель Общественной палаты Республики Татарстан Зиля Валеева, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета КФУ Евгений Султанов. Подробности смотрите в следующем сюжете. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялось обсуждение поправок, вносимых в Конституцию Российской Федерации. В обсуждении принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Этот год он был особенным. И это послание, по сути, является, не побоюсь этого слова, судьбоносным. Сразу же после этого, по хронологии, наверное, все вы помните, поменялось правительство. И касательно уже высших учебных заведений, вообще в целом, системы образования, было совместное заседание, посвященное в основном высшей школе и научным учреждениям. То есть обсуждались вопросы, что нужно делать для того, чтобы актуализировать все те проблемы и каким образом сделать более активным и результативным, самое главное, нашу с вами работу. Также в обсуждении приняли участие представители Общественной палаты Республики Татарстан и регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Татарстан, а также преподаватели, студенты и аспиранты казанских вузов. Это хорошая возможность для многих общественных организаций, которые сегодня приняли здесь участие. Все очень заинтересованы, могли послушать, во-первых, информацию из первых уст, что называется, о том, какие поправки особенно заинтересованно обсуждаются в рабочей группе. Кроме того, высказывались предложения, мнения по поддержке этих поправок. И поэтому получилось такое очень плодотворное заседание нашей местной рабочей группы. В территориальных общественных палатах и других институциях гражданского общества идет обсуждение поправок. О том, как идет процесс работы над главным документом страны, рассказал Евгений Султанов. Мы первый раз встречались с президентом, и он ставил перед нашей группой задачи дать общественно-политическую оценку всем тем поправкам, которые вносит президент Российской Федерации. Все изменения, которые направлены на то, чтобы парламент больше включить в работу по контролю за формирование, по контролю за деятельностью того же самого правительства. Это очень хорошие вещи. Во второй части мероприятия заведующий кафедрой конституционного и административного права Казанского федерального университета ответил на многочисленные вопросы собравшихся. Центральный банк на первом в 2020 году заседании в шестой раз подряд снизил ключевую ставку до 6%. Упадет ли она еще на фоне низкой инфляции и разгоревшегося в Китае коронавируса, узнаем в следующем сюжете. Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6% годовых. Причиной очередного снижения стал низкий уровень инфляции, а также слабый экономический рост. Снижение ключевой ставки связано в первую очередь со снижением инфляции и инфляционных ожиданий. Плюс это связано с тем, что в условиях ограниченных возможностей для экономического роста есть желание и необходимость стимулировать потребительскую активность и повышать доступность кредитования как для компаний-производителей, так и для потенциальных потребителей. Снижение ключевой ставки приводит к автоматическому снижению всех процентных ставок, как депозитных, так и кредитных. То есть те, кто пользовался кредитами в случае снижения процентной ставки, получают возможность перекредитоваться для того, чтобы снизить процентные платежи. Если кредиты становятся дешевле и доступнее, это значит, что предприятия имеют возможность получать более дешевые финансовые ресурсы для развития производства, для финансирования месяцев. А потребители, покупатели товаров имеют возможность приобретать товары в больших объемах, что стимулирует спрос на продукцию предприятий, тоже дает возможность производству развиваться, расширяться. Также одним из факторов понижения ключевой ставки стал разгоревшийся в Китае коронавирус, который пошатнул мировую экономику. Один из факторов, который влияет на темпы роста мировой экономики, ну и, соответственно, российской тоже, соответственно, если мировая экономика начинает замедляться в большей степени, это в большей степени провоцирует необходимость снижения ключевых ставок. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, так как пока уровень инфляции позволяет это сделать. Лилия Талипова, Универньюс. Любое государство заинтересовано в том, что его граждане уважали действующие законы. По таким лозунгам 10 февраля в Министерстве юстиции Республики Татарстан прошел круглый стол, организованный Лигой студентов. Совместно с Министерством юстиции Республики Татарстан. Потробности в сюжете. 10 февраля в Министерстве юстиции Республики Татарстан прошел круглый стол, организованный совместно с Лигой студентов. Тема круглого стола – правовая грамотность населения как основа гражданского общества. Основным вопросом на заседании было проведение тестирования на правовую грамотность при заселении в общежитии. Также на повестке дня встал вопрос о проведении лекции от миграционной службы для иностранных студентов Казанского федерального университета. На заседании присутствовал представитель правкома студентов КФУ по правовому просвещению молодежи Булат Насейбуллин, председатель профбюро Института международных отношений истории и востоковедения Руфат Киямов и представитель Лиги студентов Республики Татарстан Камалидин Бабахонов. К слову, на заседании также присутствовали представители Казанского инновационного университета и Российского государственного правового университета. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Кардиотокография – метод функциональной оценки состояния плода во время беременности. В родах является уже неотъемлемой диагностической процедурой во врачебной практике. Университетская клиника КФУ обновила оборудование для проведения. Что изменилось, расскажет наш корреспондент. Кардиотокография значительно расширяет возможности диагностики как во время беременности, так и в родах и позволяет эффективно решать вопросы рациональной тактики их ведения. Процедура проводится при помощи специального аппарата, работа которого основана на эффекте Доплера. Изменение длинной волны излучения, воспринимаемой приемником вследствие движения наблюдаемого объекта. Фиксировать движение позволяют ультразвуковые датчики. Там есть два датчика. Один – тока, так называемый, то есть он ставится на одной матке и мы записываем сократительную активность матки. То есть схватки можем или просто тренировочные, когда вот схватки бывают до родов, мы тоже их отмечаем. И в ответ на это, как ребенок реагирует, то есть учащается у него сердцебиение или наоборот урежается. Это все нам говорит о том, как себя ребенок чувствует. Второй датчик – это непосредственно тот датчик, который измеряет сердцебиение плода. Новые аппараты, поступившие в университетскую клинику, позволяют проводить более точную диагностику, а также фиксируют движение сразу двух или трех плодов одновременно. Раньше, когда поступала мама, ждущая двойни, будущая мама, то мы снимали сначала одного ребенка, потом второго ребенка. То есть это дважды мама сидела на КТГ. Это длительно, но как бы это не очень хорошо, даже в плане тромбомболических осложнений, так называемых, в которых мы сейчас все боимся. То есть мама должна двигаться, не должна неподвижно сидеть долго. А здесь мы, значит, в два раза укорачиваем срок вот этой вот процедуры. Данные кардиотокографии облегчают оценку эффективности лечения в родах и часто становятся поводом для изменения тактики его ведения. Камиль Гемоздинов, Фарид Захитуглы, Универньюз. На этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok